В минувшие выходные в станице Анастасиевской прошел большой спортивный праздник. Там чествовали победителей районного чемпионата по футболу. С подробностями мои коллеги. Субботним утром на стадионе Анастасиевского сельского поселения было многолюдно. Здесь прошло сразу несколько знаковых спортивных событий. Стартовал праздничный день с открытия турнира по футболу памяти Василия Степановича Живтяка, который жил и работал в станице Анастасиевской и воспитал не одно поколение спортсменов. Участников турнира, а в нем приняло участие 12 команд из города и поселений, поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, а также депутат районного совета Роман Подопригора. Ребята, вам всем сегодня, те, кто приехал на этот турнир, большие слова благодарности. То, что мы помним, мы уже 32-й раз проводим этот турнир. Это действительно был замечательный человек, замечательный педагог, очень любивший спорт, очень много отдавший развитию спорта на территории Славянского района. Можно много говорить хороших слов этому замечательному человеку. Я вам сегодня всем желаю хороших зрелищных игр. Пусть на футбольных полях побеждает сильнейший. Спасибо. На торжественном открытии также подвели итоги районного чемпионата по футболу среди любительских команд памяти Александра Клади, который проходил на протяжении всего года. В итоге кубок победителя оказался в руках команды «Динамо» Славянского РОВД. Какая беда. Давай, кирючий. На втором месте команда «Олимп» Анастасиевского сельского поселения. На третьем – «Колос» Петровского сельского поселения. После завершения торжественной церемонии награждения зрителей ждала череда превосходных футбольных матчей между участниками турнира памяти Василия Жевтяка. Борьба за победу была очень зрелищной и напряженной. По итогам всех игр лучшей стала команда «Динамо» Славянский отдел МВД. На втором месте – городская сборная «Славянск». На третьем – Анастасиевская команда «Олимп». «Олимп».